Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Итак, дорогие друзья, я хочу еще раз с вами поприветствовать, сказать спасибо большое, что вы пришли, смогли найти это время, прийти сюда. Я верю, что Бог, Он, Бог милости и благости каждому из нас. И Он даст ответ каждому человеку в свое время. Аминь. И этот ответ всегда придет вовремя. В первую очередь, дорогие друзья, братья и сестры, родители и близкие, я сердечно хочу поздравить нас и вас всех с наступлением библейских осенних праздников, которые говорят нам о многих делах Божьих в этом непростом мире. Все, что вокруг нас происходит, мы можем видеть это в Писании, и ничего нового в этом мире не происходит без Божьего влияния. Вы уверены в этом, нет? Или знаете ли? Я думаю, что мы знаем. И начало этих библейских осенних праздников с 9 сентября по 11. Один из важнейших праздников. Хотя мы называем его Еврейским Новым Годом, но скажу так, в библейском понимании это праздник Йом-Труа. То, что вы слышали с самого начала. Трубили в трубы, возвещая о жатве, которая происходит в последнее время. Потом, через время, в Вавилонском пленении, имея понятие такое, как Новый Год, он как раз и отобразился в еврейском календаре, как Новый Год. Но библейское понимание этого праздника Йом-Труа, трубить в трубы, чтобы слышали. Слышали голос Шафара, призывающий к покаянию, раскаянию. И все же, это соответствует 29-го алула и длится до заката 1-го Тишрея. Начинается этот важный праздник с простых вещей. Ожидание, прощение и надежды. Целый сериал праздников, осенних праздников. И мы прекрасно их понимаем. Роша-Шана, Йом-Кипур, потом у нас есть Симха-Тура и Сухот. Эти праздники являются важнейшими праздниками для еврейского народа. Но также и для всех остальных. Знаете, буквально недавно я общался с одним служителем, церковным служителем, пастором из одной церкви. И он сказал, ты знаешь, я вообще начал пересмысливать еврейский календарей. Оказывается, всегда, когда я планировал свой церковный календарь с Нового года, планировал какие-то обучения, какие-то программы, какие-то целые сериалы церковных перемен, и он говорит, я понимаю, что каждый раз, когда я приходил к осени, половина того, чего я запланировал, не происходила. Как только я начал в осенние праздники на Роша-Шана делать планирование, я увидел, что все мои планы, которые мы имели, роста общины для церкви, они все происходили. И вот для меня это было просто удивление, что в действительности Бог это вложил в календарь, в библейский календарь, рост, который мы не замечаем. Но также осенние праздники говорят нам о судных днях. Этот период ожидания прощения и надежды. Мы ожидаем жатвы и покаяния. В покаянии мы ожидаем прощения. В прощении, что наши имена будут запишены в книгу жизни. Это суть еврейских праздников. Что мы надеемся при нашем раскаянии получить прощение. И при прощении быть уверенным, что наши имена записаны в книгу жизни навеки. Я не буду рассказывать сегодня о Роша-Шана для тех, кто пришли к нам в гости. Потому что вы можете это увидеть в интернете. Сегодня такая свобода прессы. И возможно выучить все, что угодно. Поэтому мое послание будет сегодня конкретно к нам всем. Не только основываясь на Роша-Шана, а на том опыте, который Бог дает каждому из нас. Этим праздником связано сотворение первых людей. Вкушение запретного плода, окончание всемирного потопа. Чудесное избавление Исаака во время жертвоприношения. И другие важные события. Но не об этом хочу говорить. Знаете, все-таки мы живем в этом мире. И как бы ты не смотрел на этот мир, верующий человек или неверующий, у нас есть чувство, чувство веры. Или надежда, да, будем говорить так. Для людей, которые не знают Бога, у них есть чувство надежды, что завтра будет лучше, чем вчера. Да? И для верующего человека у нас есть чувство веры. То, что заложено в нашем сердце, что надеющийся на Бога он не посадится. Что завтрашний день он печется о самом себе. А сегодня мне нужно делать то, что необходимо делать сейчас. И вот этот вариант, сегодня хочу поговорить с вами. Жизнь в вере и верой всегда бросает нам вызов. Кто согласен с этим? Что мы понимаем, что есть такое вера. И жить по вере всегда бросает нам вызов. Как бы ты не хотел избежать брошенного вызова тебе жизнью. Хочу честно сказать, что, и так, справедливо сказать, можно сказать, такие слова, что тебе всегда нужна будет вера. Вера, что все изменится. Всем известная цитата, которую мы цитируем из священного Писания, она помогает нам ориентироваться в этом непростом житейском море. А мы переходим. Я знаю, что сейчас кто-то ожидает дождя. Я надеюсь, что та свадьба, которую мы будем проводить в Черноморске, не застанет их врасплох. То есть дождь. Может, дождя и не будет. Но дождь – это благословение. Но самое главное, мы все его чувствуем. Мы хотим немножко спать. Нас немножко размаривает. И скажите, Рэба, что вы там говорите? Какое-то эхо в голове там происходит. Но прошу вас, ущипните вашего соседа и скажите, проснись. Тебе это нужно слышать. Мы читаем римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера у нас от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но как бы ты ни старался напрячь свое ухо, ответ нужно не просто слышать, как эхо в лесу. Ау, кто-то там есть, 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 есть. На самом деле нам нужно его слышать глубоко в своем сердце. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Не просто эхо, которое раздается посреди этого мира, а глубокий ответ, который внутри тебя. Каждый год для нас является годом целей. И этот год не является исключением. Мы ставим перед собой цель. Я молился перед Всевышним и думаю, вот что нас ожидает в будущем году. И основываясь на том, что он говорил в прошлую субботу, в прошлый шаббат, я хочу продолжить, потому что я четко понимаю, что послание к евреям, 11 глава, 1 стих, это является тем, той целью, путеводителем до Нового года. Для 5777, какой? 9-й год. Или же 2018-й, только половинка, там третья часть, которая осталась. Смотрите, этот год будет годом веры в ожидании. Вера в ожидании. Я хочу об этом говорить. Хочу помочь вам сориентироваться на следующий год, что можно ожидать и что делать. Послание к евреям, 11 глава, я буду читать с 1 по 10 стих, пропуская некоторые стихи. Вера же есть осуществление ожидаемого, и уверенность невидимого. В ней свидетельствуют древние, то есть люди, которые жили до нас. Верую мы познаем, что в веки, то есть года или столетия устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его, Он что? Вас дает. Приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. Независимо, где вы бы ни были. Сегодня у нас в гостях, либо вы можете завтра стоять в церквушке, либо в храме. Может быть, в другом месте. Вы приходите к Богу с какой-то надеждой. Вы должны знать, что Он есть в первую очередь. А те, кто Его ищут, Он вас дает. Друзья, Бог на всяком месте, где призывает Его Святое Имя. Где верит, что Он дал нам искупление. Что Он послал нам Ишуа, Мессию. То есть избавление наших грехов. И что мы верили, что наши грехи покрыты. Однажды и навсегда исповедуя свое прегрешение пред Богом, получаем прощение. Как я говорил уже, без веры угодит невозможно Богу. «Верою Авраам, повинуясь призванию идти в страну, которая имел получить наследие, пошел и не зная, куда идет. Веру обитал он в земле, обитованной, как чужой. И жил шатрак с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, который художник и строитель из Бога». И так написано, что это вера, но в этой вере он ожидал. И для нас следующий год является ожидание в том, во что мы верим. Ожидание. Я зачитал немножко больше, чем я планировал, чем наше вот в последующем направлении года. Но я делал это специально, чтобы показать, что у нас ожидание в нашей вере. Мы с вами живем во время технологического прогресса, где все вокруг заставляет нас мгновенного решения. То есть, что бы мы ни делали, от нас ожидается на любом месте мгновенного решения. Посмотрите, вы когда стоите в магазине, да, вы приходите, вы рассчитываетесь в магазине, и вам кассир говорит, так, быстренько, быстренько, следующее у нас ваше решение, что покупаете, не покупаете, заставляет вас резкого и мгновенного решения. Как только мы находимся в сети наших смс, либо переписки, которые нас заставляют ответом, мы себя напрягаем, чтобы быстренько ответить. Весь технологический процесс заставляет нас мгновенного решения. Мы ожидаем, мы ожидаем, что мы быстренько будем решать наши вопросы. Итак, мы, как я уже сказал, мы живем в это время технологического процесса. Я могу точно сказать, что технологический прогресс имеет как позитивное влияние на верующих людей, потому что мы действительно в курсе дел, что в мире происходит, так и негативное влияние. Негативное влияние. Вы скажете, ну какое негативное влияние имеет для нас прогресс? Я вам скажу какое. Мы перестали с вами быть терпеливыми. Я не знаю, если вы заметили или нет. Мы перестали с вами быть терпеливыми в это время. Мы перестали быть сдержанными. Мы высказываем свое мнение, не обдумывая его последствия. Мы перестали быть уступчивыми. Если вы не заметили, в этом вино не технологии. В этом вина самих нас. Мы действительно перестаем видеть в обстоятельствах милость с Божью, и мы теряем красоту нашего общения с Богом. Мы теряем нашу веру и мир. Потому что это время, оно подталкивает нас на мгновенное решение. Такого не было сто лет назад. Сто лет назад можно было просто ждать, пока придет кто-то, скажет тебе новость. Ты потом соберешься, не соберешься, поедешь. И люди спокойно относились ко всем, ко всей информации, которая приходила. Сегодня мы реагируем. И причем все вокруг нас подталкивает нас делать решение мгновенно. Ожидание – это важный процесс нашего формирования. Это касается нашего духовного формирования, и это касается нашего физического формирования. И я скажу так, сегодня труднее жить, чем сто лет назад. К большому сожалению. Я не знаю, как среагирует наша молодежь, но наше поколение, которое ворвалось в этот мир технологий, мы намного зависимы, чем наша молодежь. Говорят, что последующее поколение детей, они наоборот будут игнорировать все смс, телеграммы, все остальное, потому что они видят, как мы живем, и они не захотят так жить, как мы живем. Они не захотят быть такими, как мы становимся, поэтому нам нужно задуматься, что мы делаем. Ребенок должен знать конкретно, и понимать разницу между словом «нет» и «не сейчас». Есть разница между словом «нет» и «не сейчас». Если наш ребенок не научен этим словам «нет» и «не сейчас», тогда он становится эгоистами. А если мы не понимаем слово «нет» или «не сейчас», то как вы думаете, кем мы станем? Мы тоже станем эгоистами. Не умение ждать становится причиной всех наших долгов. Друзья, услышите? Не умение ждать, ожидать, становится причиной всех наших долгов. Вспомните, что происходило здесь в 2007-2008 год, когда пришла возможность брать кредиты. И нетерпение. То есть нужно немножко было подождать, но нетерпение о том, что вот это самая классная сделка с недвижимостью. Надо покупать сейчас. Где взять деньги? Потом подумаем. Берем в банки. Где справку? Где ее взять? Напишем, напечатаем, сделаем. Нетерпение. Извините, я буду говорить. Наше неумение ожидать приводит нас к нашим долгам. Так же самое нетерпение ожидать приводит к сексуальному извращению. То есть почему не сейчас? А почему мне мешает? Что я буду дальше делать? Нетерпение. Надо было только немножко подождать. Совсем чуть-чуть. Это нетерпение приводит к нам неправильным отношениям в партнерстве. С выбором наших партнеров в бизнесе. Потому что нам хочется это сейчас. Нам хочется сегодня. Да, это песенку, помните, да? Нам, нам, нам. Нет, ходим сегодня. Мы чувствуем себя как бы в состоянии. Я не знаю, вы чувствовали себя таким образом, что вы спешите, а Бог нет. Вам нужно сейчас, а Бог как бы так не совсем спешит. Я вам честно, я был в таком состоянии. В состоянии, когда мне очень хотелось, чтобы Бог мне ответил сейчас. И я кричал ему, да поторопись ты там на небесах. Кто-то вообще там есть, да? Ну, мне нужен ответ сегодня. И вот это чувство нетерпения или же ожидания длительного, но мучения. Это сильное мучение. Даже несколько секунд ждать. Очень мучительно. Я заметил за собой в последнее время такое нетерпение. Я даже ужасаюсь. Я еду в машине. Кто-то впереди меня едет чуть-чуть медленнее. И я начинаю сигналить. Думаю, на 10 секунд я стану быстрее. А зачем? Какая причина? И я понимаю, что внутри меня поднимается вот этот негатив. Это отрицательная со стороны. Где я к тому водителю, который едет за тем рулем, блондинки или в очках. Какая разница? И начинаю высказывать в своем разуме, что он поскорее либо встал в сторону, вышел, что не знает, что я тороплюсь. А на самом деле он даже не думает, что ты торопишься. А он же-то не торопится. Я тороплюсь. И это нетерпение производит гнев, раздражительность. Это мир, в котором мы живем с вами. Возможно, мой ответ вообще как бы не понравится вам, потому что каждый из нас спрашивает, почему Бог не отвечает на все наши молитвы. У вас есть такой вопрос? Почему Бог не отвечает на мои молитвы? Этот ответ может вам не понравиться, потому что он недуховный. То есть я буду говорить о недуховной части. Почему Бог не отвечает на все наши молитвы? Я пришел к другому выводу. Если бы Бог отвечал бы на все наши молитвы, он бы похож был бы на автомат по заказу того, чего мы хотим. Кто из вас вообще покупал об автомате кофе? Кто-то раз. Какое отношение к нему? Ты положил копеечку или рубчик, нажал на кнопочку, и твое ожидание должно быть сейчас. И как только чуть-чуть не добралось, ты думаешь, я не понял. Я что, тот лох? Что вы мне не дали? Услышьте меня правильно. Может быть, это звучит недуховно. Но если бы наши все молитвы были отвечены, мы бы относились к Богу как к автомату. Подошли, сделали заказ. И это хладнокровное состояние к нему без чувств принадлежности его, требовательность сделала бы нас эгоистами, сделала бы нас другими. Это мой личный вывод. Вы скажете, ну так же написано, просите, да, она будет вам. Да, но не сказано, когда он ответит. Просите. Но когда он даст, это уже вопрос времени. Помните мою проповедь, как быстро слово в тот час. Помните, да, вот если вы посмотрите в интернете, как быстро в тот час. И вы поймете, что тот час означает долгое время. И как вот мы должны иметь понимание и разницу. Мы должны, как верующие люди, понимать разницу между словом «нет» и «не сейчас». Мы обязаны это делать. Мы должны слышать, что здесь слово «нет» или «не сейчас». Экклезиаста 3 глава, 11 стих. Все соделал он прекрасно, свое время. Заметьте, свое время, а не наше. И вложил мир в сердца их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. Ой, как бы хотелось, чтобы знать, что Бог делает. Как бы хотелось бы знать нам. Но в сущности, Экклезиаст был мудрым человеком. И сказал, что в свое время он положил это. А человеку это невозможно понять. Давайте мы посмотрим две вещи. Хочу вас с вами поделиться двумя вещами. Чтобы вы понимали путь, который мы хотим взять на следующий год. Что я должен понимать во время ожидания. И второе. Что я должен делать во время моего ожидания. Есть старая хасидская поговорка. Этот мир является прихожей, где мы приготавливаем себя перед тронным залом. Услышьте. Еще раз. Этот мир является прихожей, где мы приготавливаем себя к тронному залу. То есть к встрече. И я верю, что для нас нужно понимать время ожидания. Что-то такое. Вообще понимание. И что нам делать в это время ожидания. Ожидание забирает столько времени, сколько и сама вера. Чтобы вы понимали. Что я имею ввиду. Во время ожидания нам нужна вера не меньше, чем в момент ее применения. Она равна. Услышьте. Во время, когда ты ожидаешь. Нам нужно столько же веры, сколько тогда, когда ты хочешь ее применить. Что я имею ввиду. Итак. В вере есть элементы ожидания. Первое. Существует время между сеянием и жатвой. Нам нужно понимать. Во время ожидания есть время сеяния и жатвы. Всему свое время и время всякой вещи под. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терпеть, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Всему свое время мы должны понимать одну простую вещь. Мы не можем посеять и буквально сразу же пожать. Да, если только Богу угодно, это его время, не наше. И бывает молитва, которая мгновенно отвечаема. Но в сущности из 100%, есть какой-то процент, где нужно иметь ожидание. У Бога есть, что человек сеет, то будет сжать. Но не значает, что он будет сеять. И в это же время нужно сжать. Надо помнить, что есть время. Время, и это называется ожидание. Той же вере. И запишите себе. Я собираю не тогда, когда я сжать. Мне нужно время, чтобы пожать. Второе, существует невидимое сражение. Нам нужно помнить, что во время ожидания происходит сражение. Мы иногда его не чувствуем и не видим. Сто процентов мы его не видим. Есть только некоторые люди, которым открыто, свыше, где они видят ангела, господних, да, и то это след дано от Бога. Но в духовный мир нам не видим. И некоторые люди даже не понимают, что есть духовное сражение. И послание к Ефесянам 6, глава 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, притом против духов злобы поднебесной. Заметьте, одну вещь, мы это знаем, что наша брань не против плоти и крови, не против того начальника, который сидит в своем офисе, и ты приходишь к нему, начинаешь его связывать духовно, да, там как бы так вот, перекрещивать там водой какой-то святой, его сгинь нечистый, и там все остальное, да. Вопрос не в этом, но мы понимаем, что есть духовное сражение, которое мы не видим. Но смотрите, что происходит. 14 стих. Итак, станьте. То есть это не пассивное состояние. Станьте, припаясь в числа вашу истину, облечься в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. Не просто благовествовать обешу, а благовествовать мир. Мы часто всего, мы приходим к людям с таким дерзновением войны. Типа наша брань такая сейчас будет, вместо того, чтобы прийти с миром. Даже когда нас унижают. Это существует. И Библия говорит о том, что нам необходимо видеть мир, духовный мир, и этот мир не пассивный. Нам нужно что-то сделать. А и паче всего возьмите щит веры, которым возможно угостить все раскаленные стрелы лукавого. Шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Старайтесь о всем, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вау! А оказывается, духовная брань не пассивная вещь. Не только молитва. Но что-то мы должны делать. Мы должны быть на страже наших уст, нашего поведения, нашей жизни. Что произойдет, когда ты продолжишь служить? Когда ты начинаешь служить, когда ты не пассивно сидишь, что будет происходить? Даниила 10 глава. 12 стих. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел мне помочь. Послушайте, будет противостояние. Нам всегда будет что-то противостоять. И на самом деле происходит духовная война, в которой нет понятия проигрыша или выигрыша. Мы не должны думать, как греки думают, что происходит война между адом, тьмой и светом. Кто кого победит? Там нет вопроса победителя или проигрыша. Стоит вопрос наоборот, в том, что будет ли ответ, который от Бога достигнут нас. Дьявол, он хочет препятствовать нам услышать тот вопрос, который был, или ответ, который внутри должно, внутри нас быть. Он будет противостоять. Вопрос не выиграет или проиграет, а вопрос, получим ли мы то, от чего мы просим. Вот здесь именно эту часть, мы понимали этот. Третье, Бог приготовляет меня лично для принятия благословения во время моего терпения. Во время того, когда я ожидаю моего терпения, оно увеличивается. И тогда Бог приготовляет лично меня к принятию моего благословения. Римляна, я буду пропускать некоторые местописания по неимению времени, но все же. Римляна 8 глава, с 24 по 28 стих. Ибо мы спасены в надежде. То есть мы спасены, но надеемся все получить, да? Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется? Но когда надеемся, то чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Дух Святой ходатайствует за нас под дыханием неизреченным. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящих Бога призваны по Его изволению, все содействует ко благу. Услышите, Бог работает над нами, чтобы приготовить нас для получения этого богословения. Во время ожидания ты должен помнить, что Бог приготовляет тебя с твоим терпением. Четвертое, во время ожидания мы должны помнить, что мы там не одни. Миллионы верующих людей, исповедующие Ишуа Мессию, которые надеются на Бога, на Его милость, проходят этот путь. Вы верите в это или нет? Мы хотим чаще всего сказать, что мы вот такие, с нами то происходит, что ни с кем такого не происходит. Вы не первые и не последние. Не в это время, не в прошлое, не в будущее. Дай Бог, чтобы в наше время Машеев пришел, да, говорит, Христос придет сейчас. Но если нет, задерживаться, то и наши дети будут проходить то же самое, что проходили до нас. Смотрите, евреям 11 глава, мы читаем, вера же есть о существовании ожидаемого и уверенность невидимым. В ней свидетельственны древние. Другие слова, верим, вот только как мы ожидаем, уже давно на нас прошли. Они прошли тем же путем, который проходим и мы. Ты не единственный в истории. То, кто ожидает, и не только ответа от Бога. Поверьте, еще есть люди, которые получили ответ от Бога, они услышали. Но исполнение этого обетования или обещания они ждали долгое-долгое время. Один из примеров. Отец веры, да, мы называем его Авраам. Авраам ждал более 20 лет, чтобы то, что Бог ему сказал о сыне, что у него будет сын, что он будет отцом многих народов. Именно во время изменения его имени. Его имя был Авраам, и Бог говорит, теперь тебе будет Авраам, ибо ты будешь отцом многих народов. 20 лет человек ожидал, наверное, долго трудился в ночное время, чтобы были дети. 20 лет или больше там, 20 лет. Он только тогда получил обетование. Он получил слово, получил его на сердце, поверил, вменил в свою праведность, но аж получил он это, утешился более 20 лет спустя. Моисей 40 лет находился в пустыне, позавец, да, и понимал, что вот ревность о своем народе, да, когда он, почему он-то убежал из Египта, потому что ревность о его народе, что его народ унижен, он заступился за них, потом сбежал, понимал, что Бог его призывает к чему-то. 40 лет ждал, пока Бог говорит, ну, теперь ты готов, иди, высвободи мой народ. А секундочку, 40 лет ждать, пока ты будешь уже тем избавителем. А представляете, еще одного человека по имени Ной. Ой, ой, Ной, не Ной. Не Ной, да. Ной, 120 лет. Вы представляете себе, он родил детей, и дети с самого детства видят папу, строящего в огороде большую лодку. Что строим? Лодку. А что такое большую? Ну, придет потоп. Что такое потоп? Дождь какой-то там должен быть. А что такое дождь? Роза. И так, из года в год люди приходят, а что у вас папа делает? Ну, Бог ему сказал, какой Бог? Какой дождь? Какой потоп? И так, 120 лет. Вот представьте себя, вы там дома, все что-то строите, и вас, и ваш сосед говорит, что ты делаешь? Мне Бог сказал. И он думает, угу. Когда ты говоришь с Богом, называется молитвой. Когда Бог говорит тебе, это же называется шизофрения. И вот, 120 лет ожидал. Вы скажете, только не в наше время. Мы живем в новом, в новом время, в новом завете, нам должно быть все быстро. Раз, два, три, как, знаете, по счетам, по секундам, должно вернуться быстро. А теперь следующий момент. В особенное время, в особенное время, Бог ждал несколько тысяч лет со дня сотворения мира, чтобы послать своего Сына для искупления нас. Время. Несколько тысяч лет ждать, чтобы искупить все человечество, а зачем это нужно? А теперь мы несколько лет ждем, пока мы будем искуплены навечно, да, как бы так, когда Он придет уже. Дай Бог скоро. Ты должен знать, пятое, что Бог всегда выйдет тебе навстречу. И возможно, не по твоему сценарию, но Он всегда придет. Он всегда будет рядом. мы читали в прошлый раз Аввакума, помните, вторая глава, третий стих. Ибо видение или же откровение относится еще к определенному времени, говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Обязательно. Мы говорили в прошлый раз об этом. И вы знаете, в нашей Библии, которую мы имеем, Бог оставил нам 7 тысяч обещаний. Или даже более, более 7 тысяч обещаний. Кто из вас из них помнит хотя бы двадцатку? Десять хотя бы. Мы знаем одну кс. Не умру, но буду жить. И возвещайте дела Господних. Самое главное, когда нам слышало, ах, не умру, но буду жить. Все, все нормально. Суть-то. Я хочу ждать очень медленно и мгновенно. Но во время ожидания хотелось бы не только вспоминать, что есть обещания, но зачитывать их и провозглашать. Это время ожидания. Что я должен делать? А что же мне делать? Я понимаю, что происходит. Вот я первый ваш пункт понял, что происходит во время ожидания. А что мне делать? Четыре вещи, я долго не займу. Первое, ведите дневник ваших переживаний с Богом. Ведите дневник. Мы об этом говорили в прошлый раз. И конкретно говорил о том, что дьявол хоть, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Сперва он хочет украсть твое обещание, которое Бог тебе дал. Через время он немножко изменит его, ты перестаешь его видеть целиком, как он был. То есть украсть, убить, то есть забрать то, что частично тебе Бог обещал. А потом написано что? Погубить. То есть свести на нет. На нет то, что Бог тебе обещал. Записывай. И тогда, когда ты записываешь, ты будешь стоять на этом обещании. Я приводил пример семью Лишенко, которая приехала в Одессу по одному обетованию, откровению, которое они имели. но немножко дьявол как бы так их подтолкнул на немножко другую составную. И недавно, буквально полгода назад мы собрались, общались, и Саша открыл и говорит, я хочу зачитать, почему я приехал в Одессу из Луганска до событий, которые произошли в Луганске. И он говорил, я приехал, потому что Бог мне сказал идти в еврейский мессианский институт. И я не послушал. Я не удивляюсь того, что произошло. Я просто понимаю, что нам нужно быть послушным к тому откровению, которое есть. И слава Богу, он его записал. Он мог зачитать его и понимать, что от него Бог требовал. Нам нужно эту запись. ожидание является периодом слушания и приобретения опыта через научение. Перед тем, как ответить тебе на твои вопросы или просьбу, Бог хочет всегда научить тебя чему-то важному в этот период ожидания. Всегда. Ты должен помнить, что в ожидании происходит терпение, и это терпение делает твой характер. Потому что Бог заинтересован твоим личным характером больше, чем в твоих удобствах, чем твоя квартира, машина, бизнес и все остальное, одежда. Твой характер. Он всегда выйдет навстречу, но заинтересован твоим характером. Если ты будешь записывать то, что ты ожидаешь, ты будешь иметь опыт и будешь через него обучаемый. Моисей по повелению Господня описал путешествия их. Постанам их, и вот станы путешествия их. Моше записал. Поэтому можем спокойно читать, что произошло. Второе, веди себя как будто ты уже получил то, что тебе было обещано. Не стоит врать, что ты не получил. Не стоит. Но ты должен вести так, как будто ты уже получил. Марка 11 глава 4, 25 стих. Потому что говорю вам все, чего вы не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Вы скажете аминь. Мы так верим. Но следующий стих мы пытаемся игнорировать. И когда стоите в молитве, то есть там просите как? Мы молимся же Богу, правильно? Мы просим. Когда стоите в молитве, прощайте. Если что, имеете на кого? Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Заметьте, состояние, которое мы хотим, мы хотим радоваться, когда мы получим что-то. У нас должна быть такая же радость, когда мы прощаем кого-то, потому что когда мы прощаем кого-то, мы высвобождаем в небесах благословение, которое мы с вами не ожидаем. Поэтому здесь говорится о равности прощение получите с тем, что прощайте и будете иметь радость. Нам нужно приобретать добрые привычки. Нам нужно смотреть в Писание и на людей, которые имеют правильные привычки. Приобретать и заимствовать их, подражать их. Как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Мессии. В чем? В страданиях, вовсе по жизни. Смотреть на их дела, когда они служат, когда они делают что-то. Например, 1 Петра 1, 6 и 7. О всем радости, поскорбив теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытывающего золото, к похвале и чести, к славе явления Ишуа Мессии. И дальше Филиппийцам 4, 9. «Почему и чему вы научились, что приняли и слышали, видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Плохие привычки всегда прилепляются быстро. Вы меня извините, турные привычки, они прилепляются быстро. Особенно вы можете это увидеть среди иностранного контингента наших вузов. Когда они приезжают, первое, что их наши люди учат в вузах, это так как бы отвечать нужно. Как не встретишься, они к тебе говорят такие слова, которые ты думаешь, откуда не набрались этих. Русский язык же, богатый язык, такому научат, что думаешь, боже мой, самые плохие привычки прилепляются быстро. Ожидание не должно быть пассивным, но активным, действующим и изменяющим наш характер. И последнее, последнее, что нужно делать? Служите Богу с энтузиазмом. Служите Богу с энтузиазмом. Я знаю, что это сложно, особенно в это время, когда экономически сложно, времени не хватает. Я вам скажу один секрет. Его никогда не будет хватать. И денег не всегда будет хватать. Сколько бы ты ни зарабатывал, тебе всегда будет мало. Друзья, всегда будет мало. Сколько бы тебя времени не было, ты всегда будешь думать, что его не хватает. Проблема многих верующих заключается в разочаровании, когда приходит время ожидания. когда нужно ждать, когда нет ответа, когда томится сердце, а нам вот сейчас нужен ответ. Приходит зарочарование и чувство, что нет ответа и Бог не заинтересован в себя. И дьявол в это время шепчет простые слова. Ты загрузил себя служениями. Ты там, ты сям, ты дедушкам помогаешь, бабушкам приносишь аппаратуру и вообще там никто тебя не замечает. Ты загрузил себя так сильно, поэтому тебе нужно немножко сбросить все это. Уединись. Начни молиться, поститься и будет ответ. Сбрось себя груз, который тебе мешает сосредоточиться, потому что ты сильно растянул себя. и возможно, я говорю возможно, это правильная мысль. Правильно. Нужно думать, чем ты загрузил, но абсолютно неразумное решение, когда ты хочешь бросить доверенное тебе Богом служение. Нам нужно раздумать, чем ты загрузил себя, но неразумное решение, оно ужасно, когда ты все бросаешь, особенно, когда ты ничего не как бы сказать, никому не предупредил, никому не сказал, просто взял и оставил все. Не стоит так поступать. Многие думали, что оставить служение на маленькое время. Ну так, потому что тяжело, нужно оставить на короткое время, а потом типа силы наберусь, ответ получу, как бы вызободится у меня это время или служение или там деньги, все такое, и я подхвачу его. Я хочу сказать, почти 90% людей, которые делали это решение, извините, не смогли обратно войти в то, что им было дано. Потому что пояс ушел, он промчался, и я скажу так, есть пословица хорошая, святое место, пустым не бывает. божья община будет двигаться вперед, потому что Бог хочет и заинтересован, чтобы мы продвигались вперед. Мы делаем решение, нам остаться на этом полустанке или заскочить все-таки на этот паровоз, хотя бы последний вагон на разбеге, заскочить и быть в этой части, потому что зачастую мы потом томимся. Не так, не сяк, как-то не получается, ты где-то соскочил и ты не можешь догнать, что происходит. Послание Евреям, 10 глава, 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, то есть служение, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Будем говорить, послушай, ты сможешь, давайте помогу, давайте ты не бросай, прошу тебя, ты очень важный человек. Дорогие, хочу сказать одно, одно откровение, которое вы должны понять раз и навсегда. В Царстве Божьем нет такого понятия, как великие или малые служения. В служении Богу, даже на том храмовом служении, которое у нас было, не было понятия величайшее служение или же малейшее служение. От того левита, который собирал хворост, зависело столько же как бы ответственность, который первосвященник, когда ходил во святая святых с кровью. Так же само оно взаимосвязано. Не бывает великого или малого призвания. Нету малого или большого призвания. Но есть вознаграждение за взятую ответственность. есть вознаграждение за то, что ты делаешь. Поощрение за верность и ответственность в хорошем исполнении того служения, которое ты согласовываешь и ведешь. Есть вознаграждение от Бога. Но не чувствуйте себя ущербно, если вы ничего не делаете. Есть люди, которые уже не могут что-то делать. У одних есть переломы позвоночника, еще что-то какие-то проблемы. Это не означает, что теперь ты раньше носил аппаратуру, тебе нужно схватиться за аппаратурой и на костылях их нести сюда. Я говорю о том, что есть часть твоей жизни. Если ты молитвенник, ты молись. Если ты раньше что-то делал, а теперь все, что у тебя есть, это часть молитвенного служения, приходи неси его. Это надо. Продолжайте сеять там ваш талант, где его очень нужно. Время и в служении. Экклезиастам 11.6 Утром сей семя твое, и вечером не давай отдых руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое хорошо будет. Помни, что это нужно. Все, что я хотел сказать об ожидании, так это то, что оно является не пассивным, а активным. невозможно просто сидеть и ждать. Если ничего не делать и ждать, оно вообще чувство ожидания разорвет на маленькой кусочке. Порвет вас, как тузик тряпкой говорят, просто оно разорвет вас. но послушайте, этот год для нас является годом не пассивного ожидания, а что Бог будет делать, посмотрим, является ожидание в вере. Мы активны в нашем служении, мы активны в нашем посвящении. Если вы хотите сделать посвящение в обучении в мессианском еврейском институте, я скажу так, это очень сложно. Реально. Но вы чувствуете, что это надо, необходимо сделать это посвящение. Возможно, кто-то хочет возобновить свое утраченное служение. Я скажу вам, делайте. Делайте сейчас. Не оставляйте его на завтра. Посвятите тому время. Сделайте возможно, чтобы вы были благословены. Возможно, ты чувствуешь, что нужно войти или выйти на улицу, благовествовать, а может быть, начать домашнюю группу. Делайте это с радостью, в ожидании. Это вера. И на последнее, что хочу вам зачитать, это Галатом 6 глава. Каждый да испытывает свое дело. И когда будет, и тогда будете иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бываешь. Тот сеет человек, той пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем наипаче своим поверье. Пусть этот год будет для нас сладким. Сладким годом ожидания нашей веры. шанатова медтука. Сладкого нового года. Так что, знаете, на украинском языке это говорит тепоц, тепоц, пицстава. Да, оно дало как основание ожидания веры. И пускай это станет для нас реальностью. невозможное станет возможным. И то, что еще не совершилось тут на земле, оно, знаете, приготовлено для нас Вышнего. Мы сейчас встанем наши ноги и вот при звуке шафара давайте мы сделаем наше посвящение. встанем.